Любите играть в GTA, но вечно не хватает денег на новые тачки и недвижимость? Тогда загляните в группу Кфасмиллеру, это отличная группа с недорогой прокачкой. Также группа заботится о ваших аккаунтах и насчёт бана переживать не стоит. Гораздо легче заплатить 100 рублей за прокачку этой группе, чем сутки напролёт безвлозно фармить. Прокачка доступна как и для пользователей ПК, так и для пользователей PS4. В общем, ссылка есть в описании. Если подумать, то в этом году GTA 5 исполняется 8 лет. И казалось бы, за эти 8 лет игру пролазили вдоль и поперёк. Все мифы, загадки и прочее уже давным-давно разгадано и найдено. Но играя в GTA 5, я постоянно нахожу для себя что-то новое. Как и в сюжетном режиме, так и в онлайне. И вот как раз таки об этом в этом ролике и пойдёт речь. Лайк, подписка, колокольчик, все полезные ссылки в том числе и на наш Дискорд ты можешь найти в описании. Ну а теперь погнали к самому ролику. В некоторых районах на карте есть вот такие водонапорные башни, которые имеют свойство простреливаться. И как ни странно, из них начнёт течь вода. Мелочь, но довольно реалистичная. В сюжетном режиме, если вы начнёте краситься рядом с домом одного из главных героев, то он вам напишет соответствующее сообщение. Есть похожая фишка, если вы начнёте обстреливать дом. И каждый персонаж будет говорить что-то своё уникальное. В игре присутствует один баг, либо же фича. А именно, всякие метательные взрывчатки не будут вам наносить никакого урона через текстуру. Даже если она очень-очень маленькая. Также эта фича распространяется и на углы стен. Очень странная фишка, ведь граната от меня находится буквально в сантиметре. Бывают случаи, когда бежишь по горе, она начинает тебя скидывать из-за слишком крутого склона. Данную игровую условность можно спокойно обойти. Вам просто достаточно достать любое оружие, прицелиться с него и пойти вверх по склону. И игре вдруг станет плевать на законы физики. Ну а вы, словно Иисус, начнёте скользить по склону. Очень полезная фишка, особенно в GTA Online. Есть подобная фишка, но уже с мотоциклами. Если ваш мотоцикл не может заехать в гору, то достаточно его развернуть и ехать задом. И так же, как в первом случае, игре станет плевать на законы физики. В сюжетном режиме вода ломает ваш телефон, как бы это странно не звучало. Но на берегу телефон работает нормально, сами послушайте. А вот что будет, если хотя бы чуть-чуть зайти в воду. Телефон ломается, и вы ни до кого не можете дозвониться. Бак это или игровая условность, непонятно. Но всё же это немного странная фишка. В игре лопасти вертолёта способны рубить листву. И это очень прикольная и довольно-таки реалистичная деталь. В игре GPS работает не только провожением путём маршрута на радаре. Также он показывает, когда и в какую сторону нужно повернуть. Довольно прикольная деталь. Ни для кого не секрет, что в игре присутствуют различные виды очков. И ваш персонаж на эти виды реагирует по-разному. А именно, при виде от первого лица у вас включится тот цвет фильтра, которого у вас очки. И со временем глаза вашего персонажа начнут привыкать. И этот фильтр постепенно убирается. В игре есть одна фишка, с помощью которой вы сможете заработать неограниченное количество денег. Миллионы вы тут, конечно, не поднимете, но всё же. В любом ларьке вам нужно прострелить кассу, оттуда выпадет сумка с деньгами. После чего мы отбегаем на небольшое расстояние, возвращаемся и эта же самая касса восстанавливается. Довольно-таки интересный баг. И на начальных этапах сюжетного режима он довольно-таки полезен. То же самое касается и магазинов одежды. Для меня вообще было открытием, что их можно грабить. Но данная фишка с кассами там тоже присутствует. Хотя я узнал я это почти через 8 лет. И выручка там, кстати, гораздо больше, чем в обычных ларьках. Тоже такая небольшая деталь к реализму. Также в некоторых ларьках присутствуют вот такие вот сейфы, но, к сожалению, с ними ничего сделать нельзя. И взаимодействия с ними вообще никакого нет. В игре присутствует быстрый тормоз путем нажатия клавиш Alt F4. Нет, это никакой не байт. А настоящая фишка, которая очень полезна. При нажатии этих клавиш вам вылезет окно с подтверждением, а после того, как вы его закроете, вы заметите, что ваш персонаж стоит на месте. После нажатия этих клавиш вашего персонажа фризит. И он останавливается вне зависимости от того, какая была скорость. Также данная фишка работает путем переключения на сюжетного персонажа. Ну и на этом все. Огромное тебе спасибо за просмотр. Если из этого ролика ты узнал что-то новое для себя, то поставь лайк и подпишись на канал. Также не забывай про колокольчик, чтобы не пропускать подобные ролики. Все полезные ссылки, в том числе и на наш дискорд, ты можешь найти в описании. Ну а с вами был Антромер. Всем удачи и всем пока-пока. Продолжение следует...